Ситуацию вокруг Греции, ситуацию в Европе, возможно исходы встречи министров финансов в Европе, мы обсудим с Михаилом Кузнецовым, банк Риэтму. Михаил, приветствую вас, расскажите о своих ожиданиях от этого события, которое сегодня состоится. Будут ли какие-то сильные движения после него или все пройдет буднично и ничего в этот раз не решится? — Тимофей Андреевич, добрый вечер. Считаем, что сегодня министр финансов Европейского Союза объявит об очередном промежуточно-финальном решении по поводу рефинансирования долга Греции, реинвестирования в него. Греция по-прежнему будет находиться, как и была, в стадии управляемого дефолта. Единственное, что может как-то драматично повлиять на ситуацию на рынках, это если участницам странам не удастся договориться о кардинальном решении, о продолжении консолидированного решения данной проблемы. Поэтому рынки уже все учли, и мы находимся в некотором затишье на фоне отсутствия торгов сегодня в США. И пара евродолларов сегодня отразила чисто технические параметры и достигла своих максимумов предыдущего уровня. Практически 1.33, где и продолжат торговаться до выхода какого-то решения от европейских парламентариев. — Михаил, спасибо. Оставайтесь на связи. Мы как раз с технической точки зрения пока обсудим то, что вы сказали вместе с моим коллегой Андреем Сапуновым. Андрей, ну вот ты слышал мнение коллеги. Что техника говорит по евродоллару? — По евродоллару у нас хорошие, так скажем, растущие предпосылки. Сейчас формируется фигура очень похожая на перевернутую голову с плечами. Но это не суть важно, поскольку еще не достигнут критический уровень 1.33,5. Что поможет евро достигнуть данного уровня? Это вот фигура, диагонально снижающая все каналы. Она не является фигурой продолжения тенденции, или можно ее назвать все-таки так. Целевая цена отсюда не меняется. Сейчас происходит исполнение прорыва данного диагонально падающего канала с целью 1.33,5. Как раз если ему евро удастся перебить эту отметку, то мы пойдем к базовой линии продавца. Это 1.38. Мы даже, может быть, ее переплюнем. Это может быть отметка 1.4. Рост в евро может быть в этом случае неплохой. Но пока что спекулятивная идея до 1.33,5. Ну вот на мой взгляд, все-таки сейчас по евро-доллару пребаладает нисходящий тренд. Да, все еще нисходящий. Как ты думаешь, он закончился уже, можно говорить о развороте? Или все-таки просто я бы продавал сейчас, если честно? Нет, у меня такая идея, что, ну, так скажем, развороты, они всегда все с точки зрения тех трейдеров, которые уже их констатируют, они начинаются в тот момент времени, когда там пробивается, например, 200-дневная скалящее среднее или так далее и тому подобное. Существуют разворотные фигуры или разворотные формации. Вот перевернута как раз головая плеча одна из них, но она еще не начала свое исполнение. То есть нету критической отметки 1.33,5. Пока что, да, тренд нисходящий, но и целевые цены, которые я здесь называю, они никоим образом не говорят о начале нового растущего тренда именно по евро. Здесь, может быть, и это охарактеризовать как отскок или как коррекция к падению, как угодно. Главное, чтобы быкам кошка ловила мышей. К Михаилу вернемся. Михаил, по евро мы, можно сказать, закончили. Давайте узнаем, что там с рублем. Расскажите нам, что ждать, будет ли рубль продолжать укрепляться по отношению к доллару, какие есть ожидания? Как мы предполагали, на прошлой неделе котировки рубля против бивалютной корзины приблизится к уровню 34. Обусловлено это должно было быть как раз таки ростом пары евро-доллар технически, а также тем, что эта неделя фактически является налоговой, и достаточно много будет платежей в бюджет именно рублевых. Тем самым рубль укрепился сегодня до уровня 34, практически 0,5-0,6 по корзине. И по паре доллар-рубль мы сегодня увидели котировки 29, практически 70. Дальнейшая ситуация будет зависеть, опять же, от составляющей технической пары евро-доллар, от фундаментальной составляющей, наверное, справедливой уровни назвать было бы на конец февраля-начало марта в районе 29, 50, 30, если, опять же, не произойдет каких-то нестандартных ситуаций на рынках внешней конъюнктуры. Но в целом фундаментальные факторы сейчас действуют, наверное, все-таки в пользу поддержки рубля. Я просто смотрю на нефть, что сейчас нефтью происходит. Наверное, даже рубль выглядит недооцененным с учетом того, что бренд сейчас где-то выше 120 торгуется. Так можно сказать, что рубль еще есть фундаментальный простор для укрепления? Безусловно. Одним из основных факторов являются цены на сырьевые ресурсы, на сырье. И здесь, в общем-то, и фондовые рынки уже поддерживают сырьевые рынки в какой-то степени. Экономика находится в стадии, в общем-то, в которой она привыкла к потрясениям и все меньше обращается внимание на какие-то новости, которые связаны с экономическим кризисом и дефолтами. Но сырье по-прежнему демонстрирует стабильность, в том числе цены на нефть, которые сейчас находятся на максимумах. И это непосредственно будет играть в пользу укрепления рубля. Спасибо, Михаил, за ваши комментарии. На связи у нас был Михаил Кузнецов, Банк Ритму.